Каламбия Супремо Ребята, сегодня отсюда! Всем добрый вечер! Здравствуйте! Вне зависимости, где вы нас смотрите, в телевизоре, в интернете, в планшете, в телефоне, мы возьмем тебя на час и вернем обратно в прекрасном расположении духа. Это импро-би-за-си-я! Ребята, эти аплодисменты вам! Я рад вас видеть! Сегодня у нас в гостях великолепный человек, уникальный музыкант, прекрасный юморист. И он сочетает все эти три качества в одном. Иван Абрамов! Стэндап! Где же он? Где же он? Вот он! Привет! Мы тебя ждали! Сейчас смотри! Какая-какушка, азамата? Азамата! Иван! Здорово! Здорово! Какой ты мягкий! Какой ты мягкий! Присаживайся! Присаживайся! Какие новости? Может быть, что-то надо прорекламировать? Какой-нибудь новый стендап у тебя? Если вы это смотрите в 2021 году до мая месяца, то в конце мая месяца... В ютубе будет муссольный концерт на моем канале. Надеюсь, вам понравится. Ребята, у Вани, короче, концерт. Все срочно его смотреть. Поднимем в топчики. Так говорят, да? Абсолютно верно. Все. Аплодисменты. Поехали. Давай. Сцены и шляпы. Вань, смотри, схема такая. Я достаю карточку, читаю, но там не до конца задание. Мы с тобой вместе придумаем. Сцены и шляпы. Иван Абрамов, поехали. Случай в очереди. Зачем? Все. Ну, стандарты. Разогревочные. Случай в очереди. За презервативами. Давай, Димас. Извините, у меня маленький. Можно без очереди? Извините, у меня нутро. Извините. Извините, можно? Я должен это прекратить. Вы должны понять. Я вообще капли в нос хотел брать, но вы такой ничего. Дайте два презерватива, пожалуйста. Извините, у меня возврат. Я просто, ну, мне надо вернуть. Девушка, извините. Девушка, извините, извините, девчонки. А мне можно, пожалуйста, пять штук? Арс, а где ты видел очередь за презервативами из девушек? Я понял, я тебя понял. Бабуль, простите. Извините, бабуль. Бабуль, раз. О, другое дело. Ну что, давайте еще? Давай. Давай. Доставай сам, доставай. А ты добьешь? Могу. Если бы человеческим голосом разговаривали... Если бы человеческим голосом разговаривали... Автомобили! Давай. Найду себе подругу и тоже трахнусь на твоем заднем сиденье. Класс. А если тебе в задницу въедут? Е-е, девяносто пятый. О, да. У-у-у, разойдитесь, разойдитесь. Давайте разъезжаемся. У-у-у. Я говорю, отойди, говорю. У-у-у. Ты не видишь, полиция. У-у-у. Хорош. Давай, следуй. Давай. Худшее поведение на... Поминках. Мужики, мужики, а вдова-то хороша. Какой отвратительный, хороший человек. Потрясающе. Скажите, а вы ему пиджачок где брали? Так сидит хорошо. Не баскаешь. Я тебе говорю, говорю. Давай, она еще пока свободная. Пацаны, пацаны. А я то... А я нет? Нет. Я вам говорю, он мне сказал, чтобы мы, ну, состригли. Давай. Извините, сейчас мне машину надо перепарковать. Сейчас, пожалуйста, машину надо... Сейчас, буквально пять секунд. Сейчас. Я вообще... И пойду. У меня есть еще один вариант. Мюрзачок тоже придумал. Давай. Показать? Есть такой? Конечно. Конечно. Худшее поведение на поминках. О, не вырастешь. Браво! Давайте другую тему. Давайте. У нас еще тут много. Поехали. Так, странный приз на конкурсе... На каком конкурсе? По поеданию острого перца. Ну что ж, молодой человек, вы заняли первое место... 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 Вы заняли первое место на конкурсе по поеданию красного перца. Вы съели 28 килограмм самого острого на планете перца. Мы вас поздравляем. Грамота. Держите. Очень спасибо вам. Пригодится. Просто супер. Вообще. И пропадная язва достается. Достается. Класс. Мы берем другую карточку. За минуту до... До родов. За минуту до родов. Ой, дорогой. Вот уже сладки пошли. Мне бы на фотосессию. Здравствуйте. Мне пачку презервативов, пожалуйста. О, о, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть в сумме распродажа. А у меня был еще вариант про роды. Покажешь? За минуту до родов. Алло, любимый. Я соседей затопила, но это не самое страшное. Еще целых 60 секунд потанцую. Ольга Дипцева. Говори быстро, что там случилось? Антон Филипенко. Какой-то полтергейст. Владимир Симонов. Это астральная сущность, вы просто его не видите. Максим Лагашкин. Артем, ты чего? Федор Бондарчук. Заврался ты, запутался. И кто-то еще. Барабашка. С 26 сентября. В 8 вечера. Ну, гад убежал, ади сюда. Премьера на ТНТ. Это Иван Абрамов. Мы играем в опоздание. Итак, Антон Шастун, начальник. Да. Подчиненный Сережа Матвиенко. Сережа Матвиенко пришел на работу вовремя, но его коллеги Дима и Арсения не пришли на работу вовремя, а пришли, соответственно, с опозданием. Самое главное, что Сережа уже наплел такую историю своему начальнику, что начальник хочет от других подчиненных, которые опоздали, услышать эту же историю слово в слово. Какая будет история, ребята не узнают, потому что, смотрите. Ой, 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 не мой. Возвращение философии будет легко. Давай проснулись на лекции по выведению из философии. Кого встретили они, да, надо придумать. Вот, между прочим, перед нами пародист, друзья. Была пародия, которая вообще вот не получалась и все. О, да, это прям три минуты тишины, я называю, в КВН было Иван Ургант. Отлично, хорошо, кстати. Давай встретили пародиста Ивана Урганта. Да. Пародист, который пародирует Ивана Урганта. Это очень сложно. Ты играешь на скольки музыкальных инструментах? На двух так, талантливо. А какой вот инструмент есть, на котором странная техника игры какая-нибудь? Ну, как бы это красиво не выглядело и звучало, как по мне, вот это вот просто очень странно. Послушай, давай знаешь как, есть же скрипка, да, а скрипка, которая побольше, называется альт. Да. Да. Но я сильно больше, да? Ну, вот так вот на этой штучке. Не показывай, ничего не показывай. Альт, это такая, еще не виолончель, но уже не скрипка. Но еще не контрабас. Короче, давали частные уроки по игре на альте. Пойдем. Значит так, смотри, красноквадратиков, если сейчас придут эти двое, и их история хоть на буковку не совпадет с твоей, я тебя уволю вместе с ними, потому что ты мне наврал. Понятно тебе? Товарищ Краснополоскин, не врал я вам. Вот, вот, как я сказал, так слово в слово, они вам по-своему искать и скажут. Вот сейчас и посмотрим, посмотрим, что они опаздывают. Заходите. О-о-о, Клечетов Полоскин, здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, молодые люди. Опоздали. Опоздали, да. Почему это время три часа дня, а вы не на работе? Скажите, пожалуйста, где вы проснулись? Мы проснулись в библиотеке, а там нельзя было шуметь. Там был учитель. Кто был? Учитель, преподаватель. Преподаватель? Препод. Препод. Получается, в школе проснулись. Вы проснулись в школе. Уволены оба. Высшая школа. Вы проснулись в высшей школе? Возможно, милиция. В высшей школе? Вот там висит мое пальто, иди на дорогое, посмотри хоть раз в жизни и постой. Он не прав, конечно, он не прав. Где вы проснулись? Мы проснулись. Где? Мы проснулись на лекции. На лекции? А ты какого хрена мой шарф надел? Это ваш? Это мой? Вы же сказали, пальто ваше. А шарф там чей висит? И пальто, и шарф? Конечно, и зонт. Ох, богач. Повесь назад. Благодарю за ручку. Вы проснулись на лекции? На лекции, да. Мы проснулись на лекции по. Эдгара, ты что не слушаешь? Тут это за меня. На лекции по? 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 Переводу бабушек. По переводу бабушек. Знаменитая лекция по переводу бабушек, когда с манекеном бабушки ходишь через дорогу, да? Это лекция. Может, я пойду на пальто посмотрю? Да, иди на пальто, посмотри, бесишь меня. Надень шарф, он прибавляет IQ. Мы проснулись на лекции по выведению. 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 Теории. Теории. Епоте. Уволен. Вы все время увольнением вот грозитесь. Да. Что аж не хочется продолжать. А кто это за странный незнакомец? Слышишь, ты, баклан. Уйди отсюда от моего стола. Извините, устал. Ну-ка, снял все быстро. А? Быстро все снял. И пальто снял, и зонт положил. Ну я в аренду. Да в какую в жопу аренду? Дайте мне минутку. Я не разрешал. Минуточку. Хорошо, минуточку даю тебе. Псс, псс, псс. Все, минуточка прошла. Уже? Положи. Положи. Вы проснулись где? На лекции по выведению. Угу. Ти, к, к, к. Филос... Гант? Фило... Фило... Софс... Фило... Фи... На лекции по выведению. Так, ты говори. А мы проснулись на лекции по выведению. Из алкоголизма. Да из какого алкоголизма? Фил... Из философии. А откуда... А? Да есть такая лекция. Выведение из философии. Хорошо, вы проснулись на лекции по выведению из философии. Кого вы встретили по дороге? Сталина. Сталина? Нет. А зачем ты мне говоришь Сталина? Мы всегда говорим Сталина, чтобы почтить его память. Состоим. Мы просто... Вот. И правильно не так. Как я вас на работе... Мы говорим Сталина, вы говорите на вас, мы говорим нет. Давайте. Сталина. Ленин. На вас. Нет. Ленин. Все, отличный тимбилдинг. Вместо веревочного курса следующим летом сделаю. Мы встретили никого? Возможно, мы встретили никого. Вельцина ты встретил? Нет, мы встретили руководителя. Какого руководителя? Какого-то есть. Генерального секретаря. Генерального секретаря. Но я не знаю, как их срастить. Сталина. Да они все мёртвые. Как их можно встретить? Тогда Горбачёв. Горбачёва. Он жив. Он жив. Да знаю я, что он жив. Ну как вы его встретили, Горбачёв. Он просто по улице шёл Горбачёв. А что ему ещё делать? Вот где Горбачёв? Да откуда я знаю, где Горбачёв? По улице ходит. Иди, скуллера попей, бесишь меня. Встретили кого? Возможно, всех вождей. Всех вождей, всех вождей. Ельцин и вождь. И ты, сука, в позе Ленина здесь стоишь. Какая поза Ленина? Вы чего? А что это? А на кукарелла, шалалала. Что это за корпоратив в КПСС? Прекрати. Я все-таки, я обзвоню. Итак, что объединяет Горбачева, Ельцина и Сталина? Они все главнокомандующие. Главнокомандующие. Получается, вы встретили... Вы встретили... Волю. Волю? Ты встретил Волю? До воли кто был. До воли. Кто был до воли? Давай вспомним. Ельцин. Ельцин. Конечно же Ельцин. У нас же так в истории и преподают. Ваш коллега все по-другому сказал. Русского. Русского ты встретил. Павла. Абрамова. Мы встретили Абрамова. Ты зачем в окно орешь, во-первых? Там слышнее... Слышнее кому? Мне? Отвернись. Отвернись, сказал. Что? Пародиста. Хорошо. Пародиста. Какого пародиста? Пародиста. Что вы мне пишете на руках своих? Вы встретили пародиста... Пародиста... Расписиста. Пародиста-расписиста ты встретил? Даже я в сочнике. Расскажи мне, кто такой пародист-расписист? Расскажи, давай. Расскажи, пародист-расписист, кто такой? На меня смотри, когда я с тобой разговариваю. На вас смотрю. Так, смотри, я задаю тебе простой вопрос. Если прямо сейчас ты на него не отвечаешь, ты катишься из этой компании. Итак, вы встретили пародиста. Мы встретили пародиста. Ну что, это ведущие новостей. В галстуке ходит только один человек в мире. Ну а что ты мне показываешь? Ну я не знаю. В бабочке. В бабочке. Галкин, Дроботенко, вы у меня спрашиваете? Может быть, пародиста кого-то с Первого канала? Итак. Эрнста уволен. Подай назад карандаш, пожалуйста. Подождите, верните на работу. Пока не подавай, сначала скажу. Урганта. 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 Итак, кого вы встретили? Пародиста Урганта. Пародиста Урганта. Ургант-пародист. Нет. Нет. Урганта пародировал Урганта. Да. Итак, вы встретили пародиста, который пародировал Урганта. Вернее, чтобы Урганта не произносить. Да, это, наверное, вечерний. Он говорит, работаем, а не пишем. Действительно. Пишем. Пишем. Всем привет, это Иван Ургант. Пишем. А, это. Я. Вот я думаю, что он делает. Вы встретили пародиста, который пародирует Ивана Урганта. Почему вы не поехали на работу? Что вы делали? Давайте, если я сходу отвечаю, вы мне премию миллион. Согласен. Что вы делали? Мы меняли караул. Меняли караул. Уволен. Иди меняй караул. Просто миллиона нет. Иди меняй караул. Миллиона нет. Мы обучали молодого. Обучали молодого. Браво. Приглашали. Приглашали молодого. Молодого. Нет. Запускали. Вы запускали? Так вы обучали, приглашали или запускали или направляли? Внедряли. Вы внедряли. Мы сажали. Давали. Сажали. Ты зачем трогаешь цветок? Поставь. Поставь цветок. Он очень дорогой. Он стоит дороже, чем все, что у тебя есть. Может, сюда? Да, поставь сюда. Здесь лучше? Конечно, здесь лучше. Мы, наверное, на стол вам. О, давайте. Да, хорошо. Поставь на стол. Мы сажали. Вы сажали. Уйдите из-за цветка. Я вас не вижу. Впускали. Впускали? Вы впускали? Отдавали. А для меня, когда я с вами разговариваю, что вы делали? Отдавали. Отдавали? Вручали. Вручали. Ты вручал? Бесит синий. А что тебя бесит? Хорошая книга. Тут даже названия нет. Что тебя бесит-то? Я сусиний. Я последний раз спрашиваю. Я сейчас начну беситься и кидаться ручками. На, на. Что на? На, иди отсюда, с работы. Уволен. Что вы делали? Хватит трясти цветок. Давай, дарили. Давали. Просто давали. Давали уроки. Контрабас. Игры на контрабасе. На. На виолончели. Он может так показывать в виолончели. Он может вообще не понимать. Смотри, уже скрипка. Возможно, это гитара. Что вы делали? Мы давали уроки. 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 Давали уроки. Больше информации. Давали уроки. Это точно контрабас. Давали уроки. Виолончель. Ага. Контрабас. Ага. Скрипка. Альт. Альт. Вот такой... Она точно такая же, как скрипка. Да. Именно. Музыкант сидит. Альт играется с плеча и смычком. Он просто... А никто не подумал, что я хотел усложнить задачу? Ты видел? Думайте. Типа стоит. Нет. Да. Да. Не контрабас. Сережа, при всем уважении, показано не все. Еще... О, там... Ой, простите, я что-то задремал тут. Итак, что вы делали? Расскажите, пожалуйста. Что мы делали? Давали уроки. Вы давали уроки. На Альте. И вы давали уроки игры на Альте, а ваш коллега сказал по-другому. Что он... Вот что он... Что ты делаешь? А? Что ты делаешь? Хочу научиться отжиматься на пальцах. Отжиматься на пальцах. Начни с рук, жердяй. Итак, что вы делали? Мы давали индивидуальные. Индивидуальные уроки. Игры на Альте. Частные. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, рассказывай, нет. Ни денег. Билет стоит 28 рублей. Это у меня последний. Ни мужей. Это развод. Это развод, да. Ни счастье. Мой сын здесь жить не будет. Ни напряжная комедия. Я отец. Это не тот папа. Разобью PlayStation. Сразу не узнал. Привет, папа. Нина. С 3 октября в 8 вечера. Ну, так чего вы заселяетесь? Почему такая огромная разница с фотографиями? Закаты дождитесь, обои знаете, как заиграть? Что спасибо скажете? Премьера на ТНТ. Это Иван Абрамов. Сейчас мы сыграем в импровизацию новости. Арсений наденет наушники и не будет совершенно знать, какие соведущие находятся с ним в студии новостей. Шастун, ты будешь соведущей прям новостного блока вместе с Арсением. Сережа проведет прогноз погоды. Дима будет ведущий спортивных новостей. Арсений, пожалуйста, забирай. господа, смотри, шастуну давай сначала придумаем. Давай. Какой-нибудь праздник, которого не существует вообще. Вот какой бы тебе хотелось отмечать, которого нет? День трех мушкетеров. Ребята, дело в том, что мушкетеры... Я до сих пор не вылечился. Мушкетеры — это одна из любимых Ваниных тем. Я не соврал? Да. Окей. Итак, ты. Международный день. Вот. Ты всю ночь отмечал Международный день трех мушкетеров. Так, дальше, Димка Позов. Да. Вспомни самое что-нибудь нелепое, что тебе кричали из зала во время выступлений. Ну, я хочу тебя, но мне кажется, по отношению ко мне это нелепо. По-моему, очень даже хорошо. О, хошат от Пашка. Диман, смотри, тебе платят за каждое произнесенное «я хочу тебя». Тысячу рублей. Вот точно надо это угадать. Какой город из тех, по которым ты гастролировал, тебе запомнился? Калуга. Ты должен был плашня, Ваня. Калужская слюна долетела. Смотри, Сереж, ты читаешь прогноз погоды и все время хочешь поесть белугу. А? Рыбу. Это рыба из красной книги, я тебе говорю. Из красной? Очень редко, ее есть нельзя. Ну, в смысле, из меня. А ты ел ее и еще бы хотел разок. Давайте начинать, ребята. Все, давайте, задание получим. Ах, хорошо. Здравствуйте, в эфире «Новости 24» в студии Арсений Попов. Дорогой, ты этой ночью был велико... Прошу прощения, это другой текст. Ну, собственно, это и не новость. К новостям, мой соведущий в студии. Каналья! Как вчера покутили! Ох, как покутили! И вчера прошла, помимо красного дня галендаря, прошла еще и песня года. И все там скрипели своими потертыми седлами. Ой, не могу! Давайте как-то побыстрее у меня самолет в «Гасконь» полвосьмого. Давайте как-то, ну... Сказано, сделано. К новостям спорта. На этой неделе не было ни одного спортивного события, потому что карантин. И с околоспортивных новостей поход двух известных футболистов на игру «Кто хочет стать миллионером». И вот в финальном раунде им попадается вопрос, что сказал тренер сборной России перед важным матчем. «Я хочу тебя выиграть». «Я хочу тебя победить». «Я хочу тебя выпустить на замену». «Я хочу тебя купить в другой клуб». Правильный ответ. Правильных ответов сразу три. «Я хочу тебя победить». «Я хочу тебя выпустить на замену». «Я хочу тебя купить в другой клуб». Соответственно, вариант «Я хочу тебя выиграть» неправильный. Три попадания из четырех. Я надеюсь, не меньше трех попаданий будет в прогнозе погоды. Добрый вечер. Несмотря на то, что метель окутала всю центральную часть России и засыпала ее белоснежным снегом, «Хочется отправиться к водоему». Прям вот я вспоминаю и прям... А я могу отъехать? Через несколько секунд. У нас есть еще несколько важных новостей. Например, новости образования. Математика и литература объединились. Теперь школьники доказывают на уроках теорему пиф-пифагора, паф-пафагора и пуф-пуфагора. К новостям шоу-бизнеса. Новости шоу-бизнеса таковы. Значит, вчера... Мы Ришелье в бане забыли, ё-моё! Новости спорта. Что там у наших биатлонистов? Вы знаете, про биатлонистов сегодня будет короткая новость. Я просто сообщу о тех, кто занял пьедестал. Итак, третье место — Ян Каускас. Второе место — Хачубеков. Третье место — Тебяткин. Но это не главная новость сегодняшнего дня. Дело в том, что нашим спортсменам запретили использовать на соревнованиях гимн нашей страны. Поэтому я набросал небольшой текст от себя. Послушайте. Я хочу тебя любить, страна. Я хочу тебя любить, родная. Я хочу тебя, ты у меня одна. Я хочу тебя. Ты... Я хочу тебя. Я хочу тебя. Я хочу тебя. Мне кажется, мы поняли слова гимна прекрасные. Легко запомнить. Чего не скажешь о погоде в регионах. Луга. Калуга. Где же ты, моя? Скажите, за нарушение красной книги, так сказать, большая статья. В общем, она есть. Это то, что вам нужно знать. А теперь, так как новости у нас закончились, позвольте вас познакомить с моими соведущими в студии. Итак. Сэш, я немного поддал там еще. На старые дрожжи. Скажи, а ты какого черта не отмечаешь, а? Ты что, этот, е-мое, гардемаринец хренов? Каратьяновщину развел здесь. Ты что, а? Давай, сука, подходи. Давай. Что? Что, да, я ноготь растил четыре недели. Давай. Чего ты стал-то? А, сударь, позвольте я вас познакомлю с моими товарищами. Ну, давай. Во-первых, пока вы отмечали день мушкетера, типа день ВДВ. Ха, одного? Ах, ты сука. Пока вы отмечали день четырех мушкетеров. Сколько, господи, трех мушкетеров? Ну, вас ведь было четверо. И отмечал не только я, а вся планета. Пока вся планета праздновала вместе с вами день трех мушкетеров. Правильно? Говорю, вся планета отмечала. Международный день мушкетеров. Трех мушкетеров. Я хочу тебя поздравить с правильным ответом. Хочу тебя поздравить с международным... Извините, а у вас там что, что без закуски? Я хочу тебя отправить в твою студию, потому что... А я хочу вас поздравить. Мне кажется, вы должны были выиграть спор, если вы поспорили, что в течение передачи слово «хочу тебя» скажете не менее 20 раз. Я хочу тебя вызвать на спор и ставлю 41, по-моему, тысячу рублей. Вы поспорили с моим соведущим в студии, что незаметно скажете слово «я хочу тебя». Да какой тут незаметно, ты что, дурак? Заметно, я заметно. А потом у него каждый эфир, новые костюмы, отойди. Я вообще не понимаю, что это за контракт такой рабочий. Вы поспорили на костюм, что... Остановите, остановите, это канал беднеет. За каждую фразу «я хочу тебя», так получаешь тысячу. Да. Я хочу ее. Я хочу ее. Я хочу ее. Ее. С новостями погоды. Нас знакомил человек. Извините. Почти она. Вы по пьяни, на речке. Ну, за лугу и калугу, как говорится, за мою. Да. Вот. Ох, мужики, маленькая здесь. Я хочу большую. Ох, с новостями погоды нас знакомил человек, который поймал рыбу из красной книги. Это не я. Из красной книги. Рыба-меч. А водку тоже только что мы попили, тебе это ни о чем не говорит. Ты ел белугу? Ловил белугу? Браконьер. Я пробовал белугу. И что? Хочу. Еще раз. А? А с новостями погоды нас знакомил браконьер-рецидивист. Я не браконьер-рецидивист. Маленький кусочек. А с новостями погоды нас знакомил человек, который попробовал маленький кусочек белуги и ему очень понравилось. И? И хочет еще. Да. Да. Маленький кусочек был вообще неприятный. Импровизация «Следователь». Пройдите, пожалуйста, господа. Антон Шастун будет следователем. Сережа будет подозреваемым. Дима будет потерпевшим. Арсений будет свидетелем. Так, давай придумаем какое-то преступление. Димка у нас пострадавший. Давай. Что с ним могло произойти такого неприятного? У Димы угнали сигвей. Сигвей. Отлично. У тебя украли сигвей. Пофигу, как вы будете с этим разбираться. Валяйте. Короче, последнее дело. Что-то здесь украли. Заходите, пожалуйста. Заходите. Да, проходите. Стоп. Нам надо придумать букву. И Дима будет использовать слова только с этой буквы, которая начинается. Р. Роман. Давай. Здравствуйте, молодой человек. Присаживайтесь, пожалуйста. Для начала давайте заполним протокол. Представьтесь. Ээээ... Роман. 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 Дальше. Рюрикович. Романов. Рюрикович. Так, как произошло преступление? Когда? Рано-рано. Район реки. Район реки. Раскатываю. Раскатываю. Ребята. Ребята. Какие ребята? Рыхлый. Рыхлый. Рыхлый один. Робкий. Робкий. Русский. Русский. Румын. Румын. Все, хватит. Мне четверых достаточно. Русский, румын, рыхлый и робкий. Четвером по району ходят, сегвей воруют. Правильно? Потрясающая банда. Хорошо. Свидетель какой-то был? Руська. 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 Это Руслан вы так сокращаете? Руслан. Руслан. Руська. Руська. Понятно, хорошо. Давайте Руську сейчас пригласим. Вы пока вот там посидите. Сейчас мы разберемся, найдем ваш сегвей, не переживайте. Руслан, заходите к нам. Заходите, Руслан. Стоп. Буква Арсения. Т. 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 Трост. Руська. Товарищ. Слышишь, ты, на этом стуле люди сидят. Поставь на место и сядь. Сядь, говорю. Руслан, отчество. Т. Мурович. Т. Мурович. Т. Т. Мурович. Т. Му, хорошо. Фамилия? Т. Тадж Махалов. Руслан Тхемурович Тадж Махалов. Точно. Рассказывай, как все было. Тепло. Тепло. Лето. Тает. Так тепло или тает? Лето или весна, или зима. Слушай, ты мне не нравишься, а? Я тебе сейчас устрою здесь допрос. Тушусь. Сидеть, тушусь, тушусь. Сидеть, тушуется он. Что делал 18 августа? Тырил топинамбуры. Ты... То есть вы воровали топинамбуры? Так точно. Понятно. Вы видели, как у молодого человека сегвей силой забирают рыхлые румын... Тормози. Толстый. Да, толстый. Конечно. Толстый Тугадум. Толстый Тугадум. Раскоординированный. Ага. Итак, раскоординированный Толстый Тугадум. Проходите к нам, пожалуйста, сюда. Вы можете присесть пока. Присесть. Я тебе ударю, следователя. Иди сюда. Итак, букву для Сережи. Эл. Эл. Здравствуйте, молодой человек. Любезнейший. А что вы мне руку тянете? Садитесь. Представьтесь, как вас зовут? Леонид. Леонид. Тезка. Чей? Агутина? Так точно. Во! Жена есть? Людочка. Людочка. Людмила, Люда, люблю. Где вы были 18 августа? Августа? Ласкался. Скепс, Людочка? Людочка. А что, если я вам скажу, что свидетель вас видел, как вы воруете сегвеи? Ляпнул ложь. Хорошо, ладно. В этом деле мне все понятно. Расстреляйте. Точно. Трижды. Ну? Разумно? Я на пользу. Разумно расстрелять? Уходи, 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 уходи. Уходи. До свидания. Спасибо вам большое. Торжество. Торжество справедливости. Танцы? Нет, нет, танцы здесь не нужно. Танцевать. Спасибо вам огромное за обращение. Лабрадор. Да иди ты на... Еще какие-то предложения, как отпраздновать? Туапсе. Да какое Туапсе? Хотя это классно. В Туапсе. Поехали. Ты едешь? Разумеется. Разумеется. Поехали. Я подъеду скоро. Вместе живут. Там твоя половина, тут твоя. Понял? Вместе платят ипотеку. Раздел имущество. Офигительно. Вместе врут. Брякнули родителям, что Илона беременна. Но они бы поверили. Теперь не знаем, как признаться. Но они... Воздухом огнем. Не вместе. Не трожь границу. Ты хорош. Мне только пульт заклеить. Надо-то всего пять сантиметров. Ну да. Пять сантиметров тебе не помешало бы. Развод. С третьего октября. В девять вечера. Премьера на ТНТ. Шокеры. Обожаю шокеры. Шокеры. Ребята, добрый вечер. Да-да. Как вы уже поняли, это гусары. Ваше задание. Франция. 1814 год. Двое гусар празднуют победу над французами во французском особняке. Но есть некие запреты, которые мы будем знать, а вы не будете их знать. Они будут у нас на экране. За каждое неправильное движение, звук, слово, фразу, что угодно, мы будем бить востоком. Поехали. Покажите нам первое задание. Покажите, пожалуйста. Посмотри. Спокойся. Карнет. В этом особняке никого нет. Ох, а не прямо ли здесь нам отметить наш триумф? Чертовски здравая мысль, Карнет. Ну что, попробуем этого хваленого французского шампанского. Шампанское. Сдается мне, что в этом особняке нельзя трогать предметы. Или можно? Попробуем. Вы не передумали насчет шампанского? Признаться, передумал. Ведь я не пью, Карнет. Отчего же я вас научу? Секунду. Я все-таки, с вашего позволения, хороший зараза сыр. Ну нельзя брать бутылки. Так можно же. Нельзя. Поручик, доверьтесь мне. Может быть, арахиса? С удовольствием поем арахиса. Или грецких орехов. Кстати, Греция еще не наша? Нет, по-моему, еще не наша. Крым точно наш, а Греция... Кстати, здорово вы тогда этого, француза. А я-то что дернулся? Поручик, я просто из-за вас очень испугался. Что мы жрём в сухомятку? Давайте уже, наконец, выпьем. Поручик, доверьтесь мне. Если что-то нельзя делать руками... Я понял. Настоящего гусара ничего не... Нельзя прикасаться к алкоголю. Нельзя трогать сосуды. Это всё мимо. Предлагаю тогда просто трапезничать. Кстати, вы слышали Марсельезу? Знатное говнище. Звучит, как испорожнение лошади. Я думаю, с этой шуткой... Мы должны выпить! Нельзя брать одной рукой, может быть, можно двумя. Давайте вместе возьмём. Давайте. Как Францию. Францию не брали, как... Как знамя полка. Удержал. А, тётя, не удержал. Эта загадка не по мне. Но мы должны её взять. Конечно. Давным-давно. 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 Я вижу, там в окошке двух хитрых французов. О, бонжур, мои зами. У тебя всё это время был разговорник. А я, когда шлюх французских снимал, я там как только им и не показывал. Но вы поручих друг, конечно, друг. Амур-тужур, 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 амур-тужур. Голыми руками, мы же в перчатках, голыми руками нельзя трогать. Ну вы, ну вы же слышите, что нет реакции восторженной толпы на площади. Ну, конечно же, это не так. Да что же с этими, не побоюсь этого слова, напитками. Ну что с ними не так, поручик? Ведь невозможно праздновать победу без напитков. Нам нельзя праздновать победу. Ой, прости, я... В смысле прости? За друга. Дуэль. О, под проблем. Нельзя трогать напитки. Да. Да. О, отлично. Итак. Так что, все-таки битва, что ли? Конечно. А-а-а! Если танцевальная, то я согласен. Давайте. А-а-а! Послушайте, корнет. Да-да. Нам нельзя друг на друга смотреть. О-о-о! Какой вы больный, корнет. Мне нельзя смотреть в вашу сторону. АПЛОДИСМЕНТЫ Да-а-а! Достаточно! АПЛОДИСМЕНТЫ Блестящая программа! Спасибо тебе, Майя, огромное! Это было очень классно! АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда спина к спине, мой друг! Это гвардейцы кардинала! Поехали! Ах, вы твари! Подходите сюда! Давай! В душе! Опа! В душе! В душе! В душе! Да если бы я стрелял... Ольга Дипцева Говори быстро, что там случилось? Антон Филипенко Какой это полтергейст? Владимир Симонов Это астральная сущность, вы просто его не видите. Максим Лагашкин Артём, ты чё? Фёдор Бондарчук Заврался ты, он запутался. И кто-то ещё. А-а-а! Барабашка С 26 сентября В 8 вечера Ну где ты убежал? Иди сюда! Премьера на ТНТ С 27 сентября С 27 сентября С 27 сентября С 27 сентября